Добрый вечер, в эфире Вести, Карачаево-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Сегодня глава Карачаево-Черкесии Рашид Имрезов провел в режиме видеоконференции очередное заседание Республиканского оперштаба с участием глав администрации городов и районов. Прозвучали доклады по ситуации с распространением коронавируса количестве госпитализированных в ходе вакцинации. Мы не падаем по количеству выявленных случаев инфекции. Заполняется коечный фонд. Растет нагрузка на наших медицинских работников. При этом есть прямая взаимосвязь. Количество заболевших, количество госпитализированных выше там, где ниже процент вакцинированных, отметил Рашид Имрезов. По итогам оперштаба глава поручил руководителям муниципалитетов активизировать работу с населением по вакцинации, а также проводить контрольные рейды. Итоги работы будут рассмотрены через неделю. В преддверии выборов в Черкесске сегодня состоялось заключение соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Общественной Палатой Республики и региональными отделениями политических партий. Это уже второе мероприятие, связанное с подписанием документа за честные выборы. Оно подтверждает, что все представители готовы к взаимодействию между собой. Подробности в репортаже Корчебиджиева. Подписание официального соглашения о взаимодействии между Общественной Палатой и четырьмя политическими партиями еще раз подтверждает готовность партии к честной и открытой борьбе. Представители «Единой России» и «Справедливой России» и «Патриотов за правду» партии «Роста» и «Гражданской платформы» подтвердили свою готовность к взаимодействию. По мнению присутствующих политологов, этот документ чрезвычайно важен, особенно на этапе выборов депутата в Госдуму. Хочу призвать всех жителей Корочеева-Черкесии прийти на выборы, проголосовать, неважно за кого. Мы обязательно должны проявить инициативу, это наш гражданский долг. И должны проголосовать обязательно, потому что это направление на пять следующих лет. Это очень важно, как наша страна будет развиваться, как наша страна будет жить. И все от нас зависит. Нельзя ни в коем случае думать, что от нас ничего не зависит, сидеть дома и никуда не идти. Это самая большая ошибка. Политолог Елена Щербина обратилась и к представителям других региональных партий. Эксперт считает, что это соглашение выгодно всем, так как общественная палата призвана осуществлять связь между населением и политическими партиями. Она готовит наблюдателей, которые занимаются анализом проблемных точек, существующих в обществе. Вообще хочу, как эксперт, который занимается достаточно долго предвыборными процессами в стране, хочу сказать, что за много лет моей деятельности в данной сфере я не видела такого именно беспрецедентного экспертного охвата, экспертного и общественного охвата предвыборных процессов. Надеюсь, что так же будет и на выборах. Около 500 наблюдателей, прошедших специальное обучение, будут контролировать ход выборов. Особое внимание уделят видеонаблюдению. Камерами оснастят практически все участки в республике. В случае отсутствия видеокамер, их заменят видеорегистраторы. Предполагается, что на каждом участке установят по две камеры. По мнению собравшихся, это способствует тому, что процесс выборов будет нести прозрачный характер. Арча Биджиев, Али Бастанов. Вести Карачаева, Черкесия. Почему в России подорожал борщ? Вопрос с ценами на базовые продукты, в частности на овощи борщевого набора, сегодня стоит особо остро. Причины аномального повышения, по словам экспертов, связаны в основном из-за непогоды в некоторых регионах, из-за сокращения посевных площадей. Сколько стоит борщевой набор в Карачаево-Черкесии? Представители регионального отделения партии «Единая Россия» ведут мониторинг цен в продуктовых магазинах. Основная задача – не допустить повышения цен на сезонные продукты. Подробнее расскажет Алихан Лепшоков. Сегодня на обед у нас красный борщ. К сожалению, морковь подорожала. Но, имея свой огород, себестоимость борща выходит для нас очень дешево. Мы сами выращиваем морковь, свеклу, и поэтому нам борщ обходится дешевле. А тем, у кого нет своего огорода, приходится покупать морковку и другие ингредиенты для приготовления борща в магазинах. А это гораздо дороже. Чтобы снизить рост цен на сезонные продукты, в том числе и на так называемый борщевой набор, члены регионального отделения партии «Единая Россия» проводят мониторинг цен по всем продуктовым магазинам. Очень важно, чтобы наш мониторинг позволил выявить места, где наблюдается превышение стоимости на продукты, и узнать причину, отметили представители партии. Мы, как региональное отделение партии, вот и депутатский корпус в том числе, в течение двух недель проводим мониторинг цен в розничной сети, в торговой сети, в сетевых магазинах на данные продукты. Хотелось бы отметить, что вот уже вторую неделю можно заметить, что на ряд продуктов цены все-таки стали немножко ниже. Хозяева, представители сетевых магазинов дают оценку росту цен и в данный момент снижению цен сезонному фактору и присутствующим на нашем рынке импортным товаром. В постановлении правительства Российской Федерации обозначен ряд направлений поддержка местных производителей организации ярмарок. Это позволит напрямую поставлять продукты потребителю от производителей по низкой цене, отметили представители партии «Единая Россия». Али Халебшоков, Роберт Джигутанов, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. И по информации оперштаба, сегодня в Карачаево, Черкесии выявлено 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 22 209 человек, из них 20 648 выздоровели, 658 госпитализированы. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево, Черкесии преимущественно без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду, температура ночью 10-15, в горах 4-9, а днём 24-29 и в горах местами 17-22. В Черкесии без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду, температура ночью 11-13, а днём 26-28 градусов тепла. Лето будет чудесным с Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Продолжаем выпуск. В МВД состоялась встреча руководства ведомства с молодыми сотрудниками полиции. Министр Александр Мельниченко рассказал о преемственности поколений в органах внутренних дел, о связи ветеранов и молодых сотрудников, о необходимости принимать положительный опыт ветеранов в части безупречного выполнения профессионального долга. Примножение положительного имиджа сотрудника правоохранительных органов. Молодые сотрудники рассказали министру об успешной адаптации в служебном коллективе. В ходе беседы затронули темы долга, чести, патриотизма. Жилищные иные проблемы сотрудников были взяты на контроль руководством. Абазинский театр представил премьеру по пьесе Микаэля Чикатуева «Когда чизна в огне». Зрители посмотрели постановку как онлайн, так и на сцене Дома культуры Аула Псыш. О чем театральная премьера, расскажет Альбина Курочинова-Кенжева. Пьеса «Когда чизна в огне» написана Микаэлем Чикатуевым по роману Кали Джигутанова «Волшебная игла». Действие переносит нас во времена Великой Отечественной войны и передает жизнь абазинского села, к земле которого уже приблизились оккупанты. Жизнь селян перевернулась вверх дном. В пьесе отображается резкое разделение населения на сугубо положительных и отрицательных. Мы видим партизан, полицаев, медицинских работников. Отсюда название романа «Волшебная игла». Режиссер постановки Зураб Капсергенов разглядел в актрисе Белли Татаршау мужественного и отзывчивого врача Люцу, которая помогала раненым. Люца – это главный врач больницы сельской. Она помогает партизанам, прячет и лечит у себя больных военных, евреев, тех, кого нельзя было в то время прятать. И является связующим звеном между партизанами и военными. Ну, она играет, конечно, большую роль. Текст пьесы переработан Ларисой Шабзуховой, чтобы сблизить стиль и язык разноплановых авторов. В постановке продемонстрирован дух народа, который помогает справиться с врагом. Знаете, когда не то, что играешь на сцене, вот в конце, после спектакля, овации зрителей, эмоции, которые ты отдаешь во время спектакля, они вдвойне приходят в конце, во время их хлопков, во время их спроса «спасибо», да, после спектакля, который говорят. Они греют, они, знаете, дают энергию, чтобы еще и еще уже приходить для них на сцену и играть разные роли, пытаться вжиться в разные роли, чтобы зрители, наши зрители почувствовали, что и в нашей республике есть действительно театр, и действительно есть это театральное искусство. Именно вера в победу стала ключевой и помогла выстоять народу и жителям маленького Абазинского села. Актеры никого не оставили равнодушным. Зрители переживали и проживали вместе с актерами тяжелые времена военного времени и благодарят за блестящую игру. Спектакль, вы знаете, ну, тут молодежная она сидит. Мне бабушка рассказывала, как полицай себя не леет, вы очень натурально сыграли. Спасибо вам большое всем за такой спектакль хороший о войне и в то же время хороший конец. Все остались живы, это замечательно. Как только будут сняты ограничения по коронавирусу, Абазинский театр планирует гастроли по республике. Альбина Курачинова-Кенжи, Ванжела Джебекова, Ислам Урумов, Вести, Карачаева, Черкесия. Из-за угрозы распространения коронавируса многие планы на летний отдых изменились. Более того, свои коррективы внесла и погода. Не секрет, что в последнее время участились дожди и идея поехать на море тоже уходит на другой план. Но для многих туристов самым лучшим отдыхом остается отдых в горах. Одним из излюбленных мест у гостей нашей республики остается Махарское ущелье со своими живописными местами. Подробнее расскажет Аслан Гирюгов. С каждым годом желающих приехать и увидеть своими глазами красоту Махарского ущелья увеличивается. В связи с этим появляется все больше баз отдыха. Махар – это горная река, один из притоков Учкулана, впадающего в Кубань. В этих живописных местах вдохновение находят опытные начинающие художники. Отдохнуть от городской суеты и духоты приходят как жители Карачаева-Черкесии, так и других регионов. До пандемии на территории ущелья проходил молодежный одноименный форум Махар. Одной из задумок которого было живое общение, ведь во многих местах не ловит связь, что очень нравилось участникам. Здесь все прекрасно, чистый воздух, горный, прохлада, жара не такая изматывающая, как в городе. Дети довольны здесь, играют, животных видят лесных. Мы довольны. Мы тут в первый раз и нам очень понравилось. Приезжаете отдыхать и ни от чего вы не зависите. Спокойно, с лесом, как говорится, вместе животные бегают. То есть ягоду пошел, нашел. Это не то, что пошел в магазин, сходил, что-то купил. А это отдых, это для души. Гостям из других регионов Махар помимо красивых пейзажей может предложить источники целебного нарзана, прекрасный чистый воздух и незабываемые эмоции. Ведь в последнее время большую популярность набирает активный отдых. Здесь, на относительно небольшой территории, есть все, что нужно для замены отдыха в санатории. В свою очередь, отдыхающим напоминают о важности соблюдать чистоту. Ведь, как известно, чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Многие туристы стараются не нарушать сложившуюся обстановку на территории ущелья, забирая с собой весь мусор. Мы приехали на природу, мы забираем его с собой, утилизируем уже потом по приезду домой. Спросить, домой везем? Да. Ну, здесь утилизировать его нет таких способов. Тут автомобили не приезжают, не забирают его. То есть, если какой-то мусор появился, его можно забрать с собой и там утилизировать. Но помимо отдыха на территории Махара проходят летнюю спортивную подготовку начинающие и профессиональные спортсмены. Ведь в Высокогорье даже при самых незначительных тренировках увеличивается выносливость. В нашей республике еще в советское время подобные подготовки проходили многие именитые спортсмены. Недавно в спортивный лагерь прошли спортсмены «Дикой дивизии». Все хорошо, люди прекрасные, природа хорошая, воздух чистый. Вы сюда и детей привозите, да? Ну да, мы практически каждый год. Клуб «Дикая дивизия», президент клуба Азамат Кубанов совместно с ним. Приезжают они здесь, сборы проходят 10 дней, 10-12 дней где-то так. Помимо тренировок, чтобы детям скучно не было, обычаем, как барашку резать, как его разделывать, как костер разводить, стрелять из оружия, стрелять из лука, ножи метать. Все это вот здесь и учится. Чтобы почувствовать изюминку Махара, нужно оставаться здесь подольше. Многие отдыхающие отмечают, что дневная красота сменяется прекрасными ночными красками. В этих местах получаются прекрасные кадры звездного неба. Для многих людей здесь найдется то, что им по душе. Аслан Гирюгов Расул Берди, Вести Карачаева, Черкесия. Это все вести. Прямо сейчас продолжение фильма «Ведьма». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА